Продолжение следует... Продолжение следует... Нет ничего, кроме руин, смертей, упадка. Чмобилизация не только до предела обнажила полностью прогнившую вертикаль власти, живущую в параллельной вселенной, но в крайней степени обострила неравенство. Если будет нужно Родине, мы, конечно, готовы. Попрошу средства СМИ, вас попрошу, обеспечить мою супругу, как сельская местность, отапливается печами, дровами, всеми делами. Попрошу местную власть, чтобы они обеспечили всем необходимым. Такой оказался нервический. То дайте денег, то ладно, черт с ним будут за свои. Мир разделился на тех, кто будет жить, и тех, кому нужно умереть, став лучшими в аду. Основная работа, которая, наверное, ляжет на плечи этих мобилизованных, это вот непосредственно, как говорится, защита этих территорий, нахождение их, этих бойцов в наших тылах, чтобы они нам оказали поддержку именно в непосредственном, как говорится, локализации, как говорится, тех угроз, которые могут быть у нас за нашими уже спинами. Мы обращаемся к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и министру обороны Шойгу Сергею. Мы, матери, жены, отцы и родственники, мобилизованных из республики Хакассии, Алтайского края и Кемеровской области. 20 апреля 2023 года наши мобилизованные родственники находились абсолютно без связи. Информации о том, где они находятся, что с ними, узнать не у кого. Так как известна принадлежность их к какой-либо воинской части, где она расположена, кто командующий этой частью. 12 мая появилась первая обвесточка от наших бойцов. Они сообщили, что находились на первой линии боевого соприкосновения на Бахмутском направлении в составе штурмовых бригад. Связи не было. Представляете, кошмар. Обеспечения не было. Командования не было. На штурм они ходили с подразделениями. Музыкант, рысь, сибирь, волки. Неподготовленные должным образом. Не обученные, мобилизованные. Выполняли задачи специальных подразделений. Без поддержки тяжелого вооружения. С автоматами на танк. Говоря простым языком. До настоящего времени не все взводы вернулись в расположение ОДШБР ветераны. Сколько потерь и сколько раненых не сообщается. Родные не могут получить ответ, где их близкие. Начиная с 21 сентября, огромное количество россиян, вот это, еще раз, я хочу, чтобы вы все это услышали, страшно возмутились, озлобились, просто страшно. Но, но, они выступают не против войны. Они выступают против мобилизации. То есть, если бы их не трогали, то воюйте дальше. Вот и все. Вот это окончательный приговор гражданскому обществу. То есть, их интересует только собственная задница. Диван. Диван. Подскаждаем. Диван, да. Парни, вернувшиеся на базу, говорят, что они вышли из ада. Контузия практически у всех. Раненых и погибших очень много. Через несколько дней парней снова хотят закинуть на штурм. Что примечательно, 60-е ОДШБР ветераны отчисываются только о потерях своего подразделения. Наших мобилизованных мужчины не берут в расчет вообще. Из 501 человека вернулись всего около 130 мужчин. А по данным ветеранов, потерь нет. Потерь в вооруженных силах России нет. Два взвода потеряны. Никто не знает, где они находятся и что с ними. У нас даже появился термин такой «избыточная смертность». Со слов мобилизованных их отправляют на первую линию соприкосновения. Хотя они только-только вернулись в боевого задания. Перед отправкой парней окружили с автоматами ветераны. Мужчины не смогли отстоять и их увезли в неизвестном направлении. Также, со слов ветеранов, наши мобилизованные парни были куплены ими за 25 тысяч рублей за голову. Тупоголовых наглых сторонников нацистской продажной подлой Украины. Поэтому они имеют право отправлять их, куда им вздумается. Самое интересное, что ветераны с ними на боевые действия не ездят, помощь не оказывают. Это бизнес. Мы просим вас посодействовать нашим бойцам, чтобы они вышли не на первую, а на третью и четвертую линию обороны. После объявления мобилизации министр обороны давал комментарии о том, что никто из тех, кого сейчас призывают, для линии фронта не предназначен. Сколько эта трагедия может продолжаться? Сколько еще можно это терпеть? Они не идут воевать. Они идут заменить тех солдат-контрактников, которые подготовлены и обучены. Они не идут воевать. Они идут заменить тех солдат-контрактников. Они их заменят на третьей, четвертой линии обороны. На традиционной российской территории. Плюс будут исполнять те территориальные функции, которые до этого исполняли контрактники. Никто, кроме контрактников, воевать не должен. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запасов. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние равносильное жертве. Никто никого не эвакуирует, никакой эвакуации нет, никто никуда не собирается уходить. Более того, это все рабочий формат. Еще раз напоминаю, попрошу воспринять мои слова всерьез и воспринять их как максимально быстрая эвакуация. Субтитры создавал DimaTorzok